Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ, программа «Власть». В студии для вас работает Ильхам Нигматуллин. Самая многогранная сфера – социальная. Она объединяет в себе здравоохранение, культуру, молодежную политику, занятость населением. Как развиваются эти направления социальной сферы в Боровском районе? Об этом мы сегодня поговорим с заместителем главы администрации Боровского района по социальной политике Гераськиным Алексеем Васильевичем. Алексей Васильевич, добрый вечер! Добрый вечер, Ильхам! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня основную тему, которую мы выбрали с Алексеем Васильевичем – это семья и дети. И вопрос, в котором мы предлагаем голосование по вопросу поучаствовать нашим телезрителям, звучит так. Больше одного ребенка в семье означает ли больше счастья? Дорогие телезрители, голосуйте, если вы считаете, что да, звоните по телефону 42711, если нет – 445145. Алексей Васильевич, начнем мы с такой обширной темы. Уже известно, что областные парламентарии на днях приняли проект закона о бюджете на следующий год. Он социально направленный. Что в рамках исполнения бюджета и в рамках реализации нацпроектов запланировано в ближайшее время в Боровском районе? Всего президентам определено 12 стратегических целей, и для них разработано 12 национальных проектов. Мы включаемся в реализацию, в части социальной, всех указов. Это и нацпроект демографии, и развитие образования, и социальная поддержка молодых семей, семей с детьми, и лиц пожилого возраста. Если в общих чертах, то мы включились в задачу развития образования и выход на новый уровень. Это и переоборудование. Переоборудование. Причем мы исходим из концепции, что пора уходить от обычной классной организации, класс химии, класс физики, а пора выстраивать систему межпредметных лабораторий, физико-химическая лаборатория, информационно-технологическая и так далее. И запланировано переоборудовать по 2-3 кабинета в год для того, чтобы к 2024 году выйти на новый уровень материально-технического обеспечения. Конечно, главный проект в Боровском районе – это строительство новой школы. Новая школа в Балабаново на тысячу мест. Сейчас прикладываются все усилия для того, чтобы стартовать, собственно, строительные работы. И задача стоит в 2019-2020 году школу открыть и начать прием детей. Для нас это действительно очень важно, потому что в Балабаново почти 700 детей обучаются во вторую смену. И это ограничивает, в том числе, возможности для развития дополнительного образования на базе школ. При этом есть очень интересные традиции. Например, Балабановская четвертая школа в этом году выиграла областной конкурс на отработку новых технологий организации дополнительного обучения. Когда приспосабливается оборудование помещения, в первой половине дня используется для уроков, а в второй половине дня – это дополнительное образование. В культуре тоже очень много планов, потому что находимся в очень стесненном помещении. И задача стоит создать удобные, комфортные и, главное, организованные по принципу развивающей среды пространства для художественного и эстетического развития детей. Большой пласт мер по поддержке семей с детьми. Это и помощь молодым мамам, возможность раньше выйти на работу, это создание мест в детских садах. Буквально в конце года сейчас открываем новый детский сад Балабаново и планируем в районе строительства еще двух. Это строительство небольшой школы в районе поселка для многодетных в планах. Это прямая материальная помощь семьям с детьми. И важный пласт работы – это работа с людьми пожилого возраста. Это и создание возможности для творческой самореализации, для переобучения, получения новых навыков. В том числе буквально в конце декабря, начале января в Боровске открывается такой, назовем, кружок секции по обучению танцу фламенко для как раз людей старшего возраста. Потому что заряжает невероятно. И видно было, как люди просто омолаживаются. И когда, ну откровенно говоря, бабушки 70 лет выглядят лет на 50, это впечатляет. Ну и еще много разных проектов. Это и поддержка здравоохранения. Ну, вкратце, да, вы затронули все те темы, которые мы сегодня собираемся с вами обсудить. Ну, я думаю, что сейчас мы более поподробнее об этом поговорим. Но вот что касается школ, то есть, вот какие проблемы есть? Понятно, что в городах, в Балабаново будет школа строиться. Какие-то есть проблемы в сельской местности? Что там, вот в этом направлении? Ну, одна из главных проблем сельской местности – это территориальная разобщенность. И, конечно, проблема малокомплектных школ. У нас три маленькие школы, две из которых вмещают в себя до 30 детей. Это создает трудности и с организацией учебного процесса, и с финансированием. Но вот с точки зрения организации учебного процесса, мы в этом году запускаем эксперимент по сетевой форме организации расписания. Если традиционно принято, что в такой школе учитель вынужден не специализироваться, а быть мастером на все руки и вести сразу пять, а то и шесть предметов, мы решили попробовать иначе. Взять учителя-предметника, истории, географии и так далее. Но организовать расписание так, чтобы он ввел просто в трех разных школах. Это позволяет не распыляться при подготовке. Ну и специализация, эта предметная специализация дает более высокое качество результата. Ну, рассматриваются разные проекты дальнейшей организации, вплоть до того, что, как вариант, пересмотреть сеть. Не закрывая территориально здание школы для детей, организационно создать одну пилотную, одну опорную школу, а остальные как филиалы этой опорной школы. Это дает, скажем так, условную экономию на административном персонале, но при этом позволяет выделить больше финансирования для выплаты зарплаты учителям, сделать более привлекательным. Ну и в сельской местности действует, конечно, программа поддержки учителей, которые в сельскую местность приезжают. Это и компенсация части платы за поднаем жилья, это и более высокая стоимость ученика часа, и прямая помощь с жильем. Поселения идут навстречу, иногда дают квартиры. — Вообще в Боровском районе как стоит вопрос о нехватке молодых кадров, какие существуют формы поддержки для молодых специалистов, помимо вот этих? — Ну, нехватки молодых кадров. Знаете, хороших специалистов всегда мало, они наперечет. И молодых тоже. У нас дефицит целого ряда специальностей, это те самые социальные профессии. Если мы говорим в образовании, не хватает учителей, учителей-предметников, учителей начальных классов, иностранных языков. Сейчас этот вопрос решается в основном за счет того, что большую нагрузку берут коллеги. Но ведем активную работу и с вузами, ведущими подготовку в области педагогического образования, и с педагогическими колледжами. Есть уже отработанная схема взаимодействия с этими учреждениями. Наши коллеги, руководители школ, ездят в эти учреждения, рекламируя район. Мы активно участвуем в программе целевой подготовки кадров. Ежегодно направляя 9-12 выпускников школ района на обучение. И есть система грантов для тех, кто выбрал профессию педагога. Оплачивается повышенная стипендия и выплачивается обучение. По некоторым особо острым и дефицитным специальностям даже район оплачивает обучение. Но это решается индивидуально депутатами районного собрания. Что касается медицины, скажем так, фактически численность врачей в центральной районе Боровской больницы должна быть 220 штатных единиц. Закрыто 180, где-то за счет большей нагрузки, большего количества часов. Но ситуация не выглядит так остро. Но при этом есть отдельные направления. Они, как всегда, массовые педиатры, терапевты, которые дефицитны. В этом году мы ожидаем возвращения шести специалистов, которые ранее направили на обучение. И сейчас в разных вузах проходит подготовку еще девять. Программу направления специалистов планируем расширять. Но, опять же, есть стандартные меры. Это помощь в компенсации части платы за аренду. И помощь тем специалистам среднего медперсонала, которые придут работать в детские сады. Депутатами районного собрания принято в свое время постановление, которое устанавливает доплату порядка 7 тысяч рублей тем специалистам, которые на ставку работают в детских учреждениях. Не берусь сказать много или мало. Все субъективно и все познается в сравнении. Но такая форма поддержки есть. Понятно. Я хочу обратиться к нашим телезрителям. Если у вас есть какой-то вопрос, вы можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону Ломнинский 44332 и задать его, а мы постараемся на него ответить. Традиционный вопрос в социальные сферы. Какие реализуются меры поддержки многодетных семей в Боровском районе? Вообще много многодетных семей в районе? Скажем так, семей более 500. В школах района каждый пятый ребенок, который учится, это ребенок из многодетной семьи. Всего у нас их 1280. Это разные семьи. От трех до десяти. Вот самая большая семья. Недавно родился десятый ребенок. Проживает в деревне Тимашова. То есть, семьи совершенно разные. Мне кажется, что отношение к детям в Боровском районе и к традиционным семейным ценностям, оно как раз более традиционно. Потому что, ну вот я сказал, да, если каждый пятый ребенок из многодетной семьи, это весомый показатель. По показателю рождаемости Боровский район значительно превышает средний показатель не только по Российской Федерации, но и по Калужской области, которая тоже достаточно на хорошем уровне. И по количеству детей на одну женщину, мы где-то около 1,8. Хороший показатель, хотя, как говорят демографы, не самый высокий. Сейчас, знаете, одна из главных задач – это все-таки увеличение количества детей в семье. Здесь много обсуждали, есть разные позиции. Много детей должно быть мало, двое, трое, пятеро. Полноценная семья – это сколько? И если мы общаемся со священнослужителями, они говорят, ну, слово «семья» сама все обозначает. Семья – значит семь членов семьи. Мама, папа и пятеро детей. Все просто, как традиционный подход. Мы говорим, многодетная семья – трое. Много это или мало? Ну, по-разному. Хотя мы пытаемся придерживаться, что полная семья – это полноценное счастье. Но полная семья для каждого сколько это? Один, два, три. Мне нравится точка зрения одного из экспертов, который говорит, что один ребенок в семье, он всегда будет младшим. Соответственно, ему будут доставаться мелкие поручения, его всегда будут учить, приказывать родители. И мироответственность воспитывается, он залюбленный. Есть такая точка зрения, действительно, согласен, что детей должно быть минимум двое. Ну вот, конечно же, интересно, как сегодня проголосуют наши телезрители. Сейчас идет на экранах интерактивное голосование. Больше одного ребенка в семье означает ли большее счастье? Уважаемые телезрители, звоните, голосуйте. В конце передачи мы подведем итоги голосования. Вернемся к вопросу о кадрах, о профессиях. Сегодня основной упор делается на подготовку рабочих специальностей. Какая работа в районе ведется по популяризации рабочих профессий? Если я правильно понимаю, это вопрос напрямую касается домообразования для школьников. В условиях дефицита финансов мы всегда ищем решения, которые дают двойной, а то и тройной выход. И один из таких вариантов развития и профессионального дополнительного образования является как раз перекрестное образование. Один из проектов, который запускаем уже с следующего года, связан с совместной работой района и Ермолинского техникума. Когда опять же на базе техникума создается такой центр дополнительного образования технической направленности. Мы помогаем и существенно вкладывается область в оборудование помещений. Это и кабинеты робототехники, и электролаборатория, и механотроника. В результате в первой половине дня опять же студенты там занимаются, а во второй половине дня школьники из Ермолинского школы могут приходить и заниматься там техническим творчеством. По сути это речь идет о развитии именно в сфере технического творчества. Это один из основных приоритетов, который обозначил президент, и мы в него включаемся. Здесь я очень рад, что мы созвучны и идем сонаправленно в деятельности и с техникумом, и с министерством образования. Я уже упомянул в начале передачи о том, что наша Балабанская четвертая школа выиграла конкурс. И там оборудуется новый кабинет технологий. Я думаю, что с нового года он заработает. И мы, взяв эту модель, будем ее тиражировать уже с учетом софинансирования районных средств, районного бюджета в других школах. Понятно, что в первую очередь пойдем по крупным школам. Это Боровская первая, где 1200 учеников. Это все балабанские школы, которые работают во второй смене, школы в селе Ворсино. Кроме технического творчества, важное направление – естественно, научное дополнительное образование. И здесь тоже планируется такой модульный проект. Это химико-биологическая лаборатория, которая будет переоборудоваться на базе кабинетов биологии. Принято решение, что первыми такие лаборатории получат школа номер один города Балабаново и школа села Ворсино. Почему эти школы? В них традиционно сильны, скажем так, сильно биологическое направление и до сих пор живо юнацкое движение. И они становятся постоянно призерами областных конкурсов и олимпиад. Поэтому их надо поддержать. Ну а дальше, я думаю, что мы этот опыт распространим с учетом уже первой практики внедрения по всем другим школам. Вообще, если посмотреть требования государственного стандарта по образованию, образованию в предметной области технологии, то это уже не домоводство и не самообслуживающий труд. Это гораздо шире. Это знакомство с реальными, я бы сказал, индустриальными технологиями. И вот для знакомства с реальными производствами в Боровском районе есть уникальная возможность. Это предприятие, оснащенное самым современным оборудованием, причем в разных сферах. Есть и химия, и стерилитейное производство, и производство электротехнического оборудования. Есть возможность показать вживую. Сейчас школы уже имеют договоренности о профориентационной работе с этими предприятиями и возят на экскурсии детей. Предприятиями индустриального парка Ворсина. Да, совершенно верно. Ну, не только индустриальный парк. На территории района, кроме индустриального парка Ворсина, расположена еще особая экономическая зона. И еще несколько парков поменьше. В том числе и пищевой промышленности, кстати, один из крупнейших наглоплательщиков. То есть, есть возможность вживую показать, прикоснуться. И в начале этого года, когда проводился такой круглый стол «Завтрак при главе», и когда приглашались представители предприятий индустриального парка Ворсина, образовательных организаций, выяснилось, что у нас оказывается очень много точек соприкосновения. То есть, у них есть большой заказ на кадры и потребности. У нас, вы знаете, это парадоксально, в Боровском районе людей трудоспособного возраста чуть больше 40 тысяч человек. Но при этом из жителей Боровского района на предприятиях, расположенных на территории, работает только 24 тысячи. Остальные куда-то уезжают. Где остальные? Но еще более парадоксально, что до 18 тысяч человек привозят предприятия из соседних районов, Боровский, Жуковский, Обнинск, из соседних регионов Тульская, Тверская, Смоленская области и даже из других стран. Есть предприятия, которые регулярно ходят рейсы из Молдавии. То есть, дефицит рабочих рук, он есть, но он дефицит специалистов. Здесь одно из направлений, которое мы совместно прорабатываем, опять же, с Ермольевским техником, это его развитие из просто учреждения, которые готовят выпускников 9-11 классов к профессии, превращение в центр современного профессионального обучения. Это гораздо шире, чем среднепрофессиональное образование. Это возможность и переобучения. Это и площадка для той программы, которую объявил президент по переобучению людей старшего возраста и обучению новым технологиям, чтобы сохранять для них возможность трудоустроиться, даже если они когда-то выучились на профессию, уже не так востребованы в современном мире. То есть, будет возможность у людей старшего поколения освоить новую профессию. Мы над этим работаем. Да, было бы, конечно, хорошо. Еще один вопрос, что касается материально-технической, скажем так, базы школ. К сожалению, с недавними печальными событиями в Керчи, я знаю, что ведется работа по усилению безопасности в учреждениях образования. Не могли бы Вы поподробнее рассказать об этом? С точки зрения закона, все образовательные организации категорируются в зависимости от риска совершения террористического акта и риска возможных потерь. В Боровском районе шесть школ отнесены к так называемой второй категории террористической опасности, которые в обязательном порядке должны быть оборудованы средствами контроля и учета доступа, физической охраной. И сейчас уже размещены аукционы. Из бюджета Боровского района депутаты выделили более 8,5 миллионов рублей на следующий год для того, чтобы привести систему безопасности, в первую очередь вот этих школ, в соответствии с современными требованиями. Нам бы не хотелось повторения тех событий, которые произошли в Керчи. Нам бы не хотелось даже создать потенциальную возможность для захвата или ущерба хотя бы одного ребенка. Я слышал, что будут заниматься безопасностью охранной школы, то есть профессиональной охранной организации. Да, совершенно верно. Дело в том, что для охраны школ выставляются самые высокие требования по безопасности. Поэтому одна из трудностей, которая возникла, что не каждое частное охранное предприятие имеет лицензию достаточную для ведения такой деятельности. Это ответственность, это и обучение персонала соответствующее, и обмундирование. То есть в совокупности это очень дорогое, не скажу удовольствие, очень дорогая ответственность нашей власти по охране детей. Депутаты пошли нам навстречу. У нас это получилось, и в следующем году мы изменим. В начале я допускаю, что будут трудности во взаимоотношениях с родителем, потому что многие привыкли свободно прийти, с утра поговорить с учителем, отвлекая его от подготовки к уроку, или во время урока постучать. Ну, в свободное время, во время обеда вырвались, вот расскажите, что с ребенком. Доступ будет ограничен. Только по предварительной записи, по договоренности и во внеурочное время. Я уверен, что это принесет определенный порядок и позволит учителям сконцентрироваться на преподавании, а ученикам не отвлекаться от собственного учебного процесса. Я думаю, что родителям это позволит быть спокойными за детей. Я надеюсь, что нас все поймут. Еще один актуальный вопрос касается здравоохранения. Помимо той темы, что мы говорили, нехватки молодых специалистов, есть позитивный момент – это оснащение учреждений здравоохранения новым оборудованием. Я знаю, что вот и в Балабану у нас что-то появилось. Подробнее можно? Да. Вы знаете, мы проговорили, что здравоохранение – одна из самых трудных тем, поскольку она затрагивает здоровье – это вопрос каждого. Действительно, в Боровском районе все-таки удается не только поддерживать материально-техническую базу. Здесь бюджет района оказывает помощь районной больнице, в том числе и в ремонте. В ремонте и приобретении оборудования для родильного отделения. Сейчас рассматривается вопрос о приобретении УЗИ-аппарата для поликлиник, расположенных в разных точках района, в разных городах района, чтобы беременным женщинам не приходилось ездить в Боровск, да, из Балабаново или из Ервольна. Или в Могнинск. Чтобы сделать это более удобным именно в сопровождении беременности. Но приходят уникальные специалисты. В этом году в больницу пришел уникальный врач высшей коллекционной категории, хирург, который сразу взялся за проведение операции высокого уровня сложности, лапароскопической операции, которая меньше последствий влекут для пациентов. И чтобы поддержать такого специалиста, по просьбе главврача, депутаты выделили порядка полутора миллионов рублей на приобретение дополнительного оборудования, вот тот самый лапароскопический скальпель, да, который позволяет такие операции, более сложные операции проводить. И в результате теперь те пациенты, которые направлялись в областную больницу для операций, получают эту услугу здесь, не выезжая, соответственно, нет риска при транспортировке осложнений и так далее. Очень важный момент – Балабановская поликлиника. Она построена при активном участии правительства Москвы, и вот в следующем году там будет установлен и современный томограф компьютерный. И там вообще оборудование самое новое, поэтому она оснащена на уровне иногда некоторых кабинетов выше, чем областная больница. Это тоже очень хорошие подспорья нам. Спасибо за такие подробные ответы. Наше время подходит к концу. Обратимся к нашему интерактивному голосованию. Большинство наших телезрителей, конечно, считает, что больше одного ребятка в семье – это означает, что это больше счастья. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за голосование. Спасибо, Алексей Васильевич, вам за то, что согласились сегодня прийти в нашу студию. У нас сегодня в гостях был заместитель главы администрации Боровского района по социальной политике Гераськин Алексей Васильевич. Смотрите программу «Власть» каждый вторник в четверг в 18.30. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин